25 мая в Московском Срединском монастыре пройдут церковные торжества, посвященные пятилетию со дня Великого Освящения новопостроенной жемчужины этой святой обители, храма Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Величественный, светлый, украшенный белокаменной резьбой, увенчанный пятиглавием. Сейчас это один из самых больших и красивейших соборов столицы. Его строительство на территории Срединского монастыря было обусловлено насущной потребностью. О том, что Срединскому монастырю необходим новый большой храм, мы поняли уже лет через восемь после возрождения обители. Народу стало ходить очень много. И несмотря на то, что здесь, в самом центре Москвы, жилых домов практически нет, с каждым годом людей становилось все больше и больше. Нам пришлось достроить галерею вокруг нашего старинного храма, но прошло всего 2-3 года, и снова на воскресных, например, обычных воскресных службах Очень немалое число людей стояло на улице, мы выносили динамики, и с каждым годом эта проблема все более и более обострялась. И мы поняли, что храм просто необходим. На объявленный конкурс было прислано около 50 проектов будущего храма, и только один – проект Юрия Купера и Дмитрия Смирнова – оказался ближе остальных к поставленной владыкой Тихоном задаче. Он должен быть очень высоким, красивым, светлым. Он должен был сочетать древнерусские архитектурные традиции и что-то от Византии. Он должен быть современным, это не должно быть повторением неких древних образцов, это не должна быть какая-то реплика. И в то же время необходимо было, чтобы он вписался в наше пространство и не дезгармонировал с старинным храмом. Почти все три года, когда велось строительство, братья монастыря фактически пребывала на стройке – в грохоте, в пыли, в дыму, не прекращая при этом литургическую жизнь. В проект дополнительно вносились какие-то уточнения, поправки, дополнения, улучшения. Общими усилиями получился вот такой вот, с моей точки зрения, замечательный, светлый, прекрасный, в зеленых, золотых, белых тонах храм. Это как раз то, что мы хотели, это то, о чем мы и говорили. Построенные на Большой Лубянке на месте заключения страданий и мученической смерти многих исповедников 20 века, иерархов, священников, мирян, храм призван прославлять их верность, мужество, духовную красоту и подвиг, торжество победы над смертью. Нижний храм посвящен святому Иоанну Предтече и 12 апостолам. Верхний возведен в честь воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сретенский монастырь в тяжелое безбожное время, его территория относилась к НКВД. То есть буквально здесь, на территории бывшего тогда монастыря, страдали наши святые новомученики. И поэтому это место можно назвать одним из таких антиминцев Русской Церкви, где проливалась кровь наших святых, страдавших за Христа. И поэтому где, как ни здесь, было увековечивать память святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Храм украшен каменной резьбой снаружи и внутри и построен по подобию древних белокаменных соборов Суздаля и Владимира. Все оформление его основано на теме почитания новомучеников. Он сделан светлым, с большими окнами, чтобы подчеркнуть, что тема мученичества – не трагедия, а наоборот – торжество и радость. Специально для храма было написано 47 икон, а общая площадь фресок составляет 6,5 тысяч квадратных метров. Новомученики изображены на росписях храма, на тайной вечере, где они причащаются вместе с апостолами, на изображении распятия Христа, где они вместе с мироносицами предстоят Кресту Христову. В строительстве храма были применены самые современные технологии. Здесь современные инженерные системы – вентиляционные, кондиционирование, система дымоудаления, система подогрева пола, умный свет, умный звук, который запускается уже с планшета и не нужно бегать в отдельные места для того, чтобы это все включить. Достаточно одного нажатия кнопки и все работает в таком слаженном и системном режиме. Пять лет назад, 25 мая 2017 года, в праздник Вознесения Господня, патриарх Кирилл совершил великое освящение храма и провел в нем первую божественную литургию. На торжественной церемонии присутствовал президент России Владимир Путин и митрополит восточноамериканский и нью-йоркский Иларион Капрал и другие иерархи русско-зарубежной церкви. В конце церемонии Владимир Путин преподнес в дар храму икону Иоанна Крестителя XIX века. И вот сейчас, когда я уже не в Сретенском, а в Псково-Печерском монастыре, в Пскове, я с огромной радостью приезжаю сюда и вижу, что в храме храм по-прежнему полон народа. Всякий раз, когда я, особенно с Трубной площади, поднимаюсь пешком или на машине по Рождественскому бульвару, замирает сердце, когда я вижу эти белые стены в резьбе, каменные и золотые купола. В юбилейный год пятилетия храма владыка Тихон, наместник святой обители отец Иоанн, братья монастыря, приглашают всех на соборную молитву, которая пройдет в храме Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской 25 мая в 8 часов утра. Продолжение следует...